Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Анастасия Изюмская. Коротко, некоторые темы выпуска. У нас постоянная аудитория, мы очень ценим наших зрителей здесь. В Крыму завершился международный фестиваль Коктебель Джаз Пати. Нам очень хочется в принципе привлечь людей к теме истории кино. В музее кино открылась выставка новых поступлений. В нашем оркестре пятая часть коллектива – женщины. На фестивале «Спасская башня» выступил Центральный оркестр сухопутных сил Японии. 17-й международный фестиваль Коктебель Джаз Пати завершился в Крыму. В нем участвовали ведущие джазмены России и других стран. Публике преподнесли немало музыкальных сюрпризов. Репортаж Ирины Разумовской. Около пяти тысяч утомленных солнцем каждый вечер три дня подряд собирала на берегу Черного моря основная сцена фестиваля джаза в Коктебеле. У нас постоянная аудитория, мы очень ценим наших зрителей здесь. Как вы думаете, что их сюда заставляет приезжать из года в год? Слушайте, Коктебель – это территория свободы. Всегда так было. Здесь не пафосное место, абсолютно такая молодежная народная история. И многие ездили в Коктебель еще при Советском Союзе десятки лет. Настоящим сюрпризом во второй день фестиваля стало появление Юрия Башмета. Он вышел на сцену сначала с приветствием. Я только с такой фестивалем Таврида. Я не мог не заехать в Коктебель на этот уютный, изумительный, фантастический, даже с 11-летним фестиваль моего другу Дмитрию. И, конечно, не оставил жителей и отдыхающих в Коктебеле без музыкального подарка. Подхватила маэстро группа Биллис Бэнд. Ее здесь ждали особенно. Эти музыканты из Питера славятся своими клубными выступлениями в стиле блюз, рок и свинг. Или, как написано на майке у их солиста Билли Новика, романтической алко-джаз. Вообще здесь какое-то такое место, видимо, намоленное. Здесь всегда просто лучше всего на свете. Это просто какой-то такой божественный фэн-шуй, что это просто потрясающе. За кулисами меломаны спорили долго, истинный это джаз или нет. В программе фестиваля в этом году было много джазменов, которым не придерешься из России и из других стран, Франции, Германии, Америки. Но появление здесь некоторых музыкантов было довольно неожиданным. Рок-певица Юлия Чучерина выступила со специальной программой, которая вскоре станет новым альбомом, сделанным совместно с саксофонистом и арт-директором фестиваля Сергеем Головней. Сергей Головня – музыкант, который играл каждый день и на всех четырех площадках фестиваля в Коктебеле. В эту ночь я спал пять часов. Думаю, слава богу, хоть поспал немножко. Но мне это нравится. Это моя работа, это связано с джазом. А джаз он всегда из себя делает. Джаз тебя всегда поднимает до восьмого неба. Джаз тебя несет на руках. Сергей Головня говорит, музыка, неважно джаз или нет, бывает либо качественная, либо нет. Сюда они отбирают тщательно лучшую, о чем свидетельствуют аншлаги и ежегодная касса примерно в полтора миллиона рублей. В предыдущие годы доход от продажи билетов на фестиваль отдавали к октебельской школе. Там, например, на эти деньги купили электронные доски во все классы. А в этом году на вырученные средства планируют восстановить сгоревший недавно местный Дом культуры. Ирина Разумовская, Александр Кубасов, Вячеслав Ширинкин. Новости культуры. Крым. Столичный музей кино в год своего 30-летия впервые представляет выставку новых поступлений. Экспозиция построена по тематическому принципу. В разделе «Персона» представлены материалы, связанные с жизнью и творчеством Птушко, Баталова и Тарковского. У нас некоторое количество личных вещей Андрея Арсеньевича. Здесь его свидетельство о рождении. Здесь два его пропуска и студенческий билет и книжица с оценками. Очень забавный документ, который мы можем... Да, много четверок и пятерок, но разговаривал на уроке, отвлекался. То есть там очень интересная картина, такой очень живого человека. Рядом фотографии Андрея Тарковского за работой. Вот режиссер в зеркальной комнате, которая должна была быть в его солярисе. Но сцены, снятые в ней, в картину не вошли. Тарковский решил, что комната в ней эстетики фильма слишком яркая. Здесь можно увидеть и кадры со съемок ленты «Сталкер». Фактически «Сталкер» создавался дважды. Между режиссером и оператором Георгием Рербергом произошел конфликт. Пленка с материалом была испорчена. Тарковский переснимал фильм уже с Александром Книжинским. Всего несколько лет назад эстонский художник нашел у себя баночки с негативами. С негативами, которые он снимал, ну фотографии, которые он снимал во время съемок «Сталкера» первого. Еще совсем другая обстановка здесь. И мы видим очень много, здесь очень много фотографий, собственно, Тарковского. И мы видим, какая гамма-чувств необыкновенная, когда он ищет, ищет это решение. Среди новых экспонатов фонографы Дисона. Именно на такой аппарат были впервые записаны речи Льва Толстого. Есть здесь и крошечный фотоаппарат, которым, как говорят в музее, в конце 40-х пользовались шпионы. Он помещался в кошелек для мелочи. Раскадровки, эскизы и машины по производству клонов, созданные для анимационной картины Гарри Бардина «Болеро-17», совсем недавние приобретения музея кино. Их называют «жемчужинами» выставки. В числе новинок – игровые куклы из мультфильмов, на которых было воспитано не одно поколение. Работы художника и режиссера Львана Шенгелии, созданные им для антиутопии бегства мистера Маккинли Михаила Швейцера. Всего же представлено 750 предметов, подаренных музею и купленных за последние десятилетия. Нам очень хочется, в принципе, привлечь людей к теме истории кино. Мы экспонируем первые райдеры звезд немого кино. Костюм слесаря Гоши из замечательного фильма «Москва слезам не верит». То есть мы попытались включить в эту выставку те экспонаты, которые могли бы привлечь максимальное внимание. Это только малая часть новых экспонатов, отмечают в музее. Остальные, а в фонде 175 тысяч предметов, ждут своей очереди. Выставки новых поступлений еще будут открываться. Ольга Енина, Михаил Жульков, Новости культуры. В Москве продолжается военно-музыкальный фестиваль «Спаская башня». Кроме традиционных маршей на Красной площади звучат народные эстрадные и рок-композиции. Музыкальный баттл и не только можно увидеть на «Спасской башне» в этом году. Пока артисты готовятся к выступлению, поклонники спешат занять свои места. Красная площадь. В эти дни анфитеатр, который вмещает 7 тысяч зрителей. На трибунах всегда аншлаг. «Спасская башня, мы тебя любим!» Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии. Новый участник смотра. Коллектив создан в середине прошлого столетия и с тех пор представляет свою страну на международной арене. В программе выступления известные русские песни. «Калинка», «Катюша», «Дорога длинная». В нашем оркестре пятая часть коллектива – женщины. По сравнению с другими войсками, это довольно много. Я специально пришла работать в этот коллектив. Да, он военный. Зато сколько возможностей и сколько интересных людей мы видим. И «Спасская башня» тому подтверждение. Впервые на фестивале и оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и ансамбль песней танца армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова. Тамара Гвердстелли участвует в фестивале уже в четвертый раз в этом году. Тема смотра – соло с оркестром. Певица аккомпанирует Центральный военный оркестр Министерства обороны. Валерий Михайлович Халилов пригласил меня в 2015 году. И вот с тех пор началась наша с фестивалем история взаимной любви. В этом году на фестивале рекордное число участников. Несколько тысяч музыкантов и артистов. Десятки флагов со всех континентов. Великолепная музыка, танцы и овации. Сегодня «Спасская башня» в тройке лучших военно-музыкальных смотров мира. Мария Трофимова, Александр Капустянский. Новости культуры. В России в четвертый раз прошла акция «Ночь кино». А это бесплатные показы, лекции, экскурсии. Особую программу подготовил столичный кинотеатр «Иллюзион». Ночь кино в «Иллюзионе» в этом году получилась разнообразный почти 20-часовой марафон. Премьеры, лекции киноведов и архивные программы, в которой были представлены немые ленты из коллекции Госфильмофонда. Было бы, наверное, очень глупо, если бы мы просто-напросто занялись какой-то озвучкой этих фильмов. Это было бы неправильно, потому что смысл фильма и изюминка ушла бы. Как вы знаете, в большинстве фильмов озвучивали тогда топёры, сидели на рояле, на пианино, играли. И мы решили проэкспериментировать. «Шахматная горячка» – комедия Всеволода Пудовкина и Николая Шпиковского. История гротеск о молодом человеке, пропустившем собственную свадьбу из-за шахматной партии. Зрители малого зала «Иллюзиона» увидели этот фильм 1925 года в сопровождении живой музыки гитариста Ильи Махова. Его игра – чистый эксперимент. Примерно под то, что происходит на экране, мы импровизируем. То есть импровизируем в разных стилях и используем разные приёмы. Если что-то там происходит грустное, мы играем, разумеется, минорную музыку. Тоже импровизационную всё. Показ «Пиковой дамы» Якова Протазанова организаторы посвятили Году театра и 220-летию со дня рождения Пушкина. Немой фильм 1916 года сопровождал оркестр «Нью-классик-бэнд» и камерный хор. Эксперимент заключался в подборе музыки к сценам классической ленты. Под формат фильма, под его сцены я составил такой вот монтаж из музыки Чайковского к опере «Пиковой дамы». В общем-то, я основывался на тех сценах оперы, где происходят те же сюжетные действия, которые мы увидим в кино. Для тех, кто только начинает своё знакомство с историей кино, состоялся показ немой версии фильма «Тихий дон». Это экранизация первых двух книг одноимённого романа Михаила Шолохова, выполненной в 1930 году Иваном Прововым и Ольгой Преображенской. Ленту показывали без живого музыкального сопровождения, но сеанс предваряла лекция киноведа Евгения Марголета, в которой он рассказал о влиянии изобразительного решения фильма на отечественный кинематограф. Очень точной подвижностью камеры, внимательным вглядыванием в быт, причём с подчёркнутой предметностью, подлинностью, документальностью этого быта, предвещает наше кино 60-х годов. Госфильмофонд повторит марафон киноклассики в кинотеатре «Иллюзион» в День российского кино. Зрители ожидают новые архивные находки и музыкальные эксперименты. Станислав Анисимов, Павел Кратаев, Новости культуры. «Золотая маска» на Дальнем Востоке, приношение мастеру и струнное трио. Всё это уже сегодня. В Хабаровском крае покажут спектакли лауреаты номинанта национальной театральной премии «Золотая маска». Трупа МХТ имени Чехова сыграет спектакль «Мужья и жёны». Это сценическая версия фильма «Вуди Аллена» в постановке Константина Богомолова. В киноклубе «Эльдар» — вечер памяти Петра Тодоровского. В день рождения мастера соберутся его друзья, коллеги и поклонники. Будет показана запись одного из последних интервью режиссёра. «Киновечер» получил название «Это было. Недавно это было». В клубе Алексея Козлова выступит коллектив «Империя Мьюзик Бэнд». Его визитная карточка — три солистки, играющие на электроинструментах, скрипках и виолончели. На концерте прозвучат саундтреки к популярным фильмам. Международный рыцарский фестиваль «Джаст Аут» прошёл в Сербии. Более тысячи участников из 24 стран собрались у стен православного монастыря 15 века. Здесь можно было отведать блюда по средневековым рецептам, познакомиться с искусствами, ремёслами, примере доспехи. Но главное событие фестиваля — рыцарские бои. Это и групповые битвы, командами по пять человек, и схватки один на один. Чтобы двигаться вперёд, нужно знать свои корни. Здесь мы познаём себя, преодолеваем историческую рознь и находим новых друзей. Мы из тех, кто свободен духом и не поддался тёмным силам. Тёмные силы разжигают войны ради прибыли, стараются убедить, что люди чужие друг другу. Но здесь мы все как одна семья. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго и до встречи.